Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Ни в коем случае не подводить международные отношения к войне, потому что это самая страшная истребительная война. Половина России погибнет, половина США. На это никто не пойдет. Мы можем закрыть наше небо уже от высоколетящих ракет и самолетов. Нам осталось закрыть от низколетящих. Как только мы эти спутники вывесим, мы сможем диктовать условия Америки на равных. То есть война будет невозможна. Одно дело, что мы боимся, но она может быть. А другое дело, что она невозможна. Но мы сказали американцу, ребята, все, ракетное нападение невозможно. Вы на нас напасть не сможете. А мы можем. Вы не можете ваше небо закрыть. Потому что мы первые вышли в космос. И там повесили столько спутников. Американцы жадные, что тратить деньги впустую. Поэтому надо за ближайшие 5-10 лет окончательно закрыть воздушное пространство России. Самолеты будут летать, все будет летать. Но в случае опасности мы перекрываем любое нападение на нас. И никогда не будем воевать. Но и проводить переговоры, я вам говорю, что мы должны размен производить. Америка это доллары, экономика, торговля. Вот давайте менять. Вы в Иран, а мы входим в Азербайджан и Грузия. Все? Вам что нужно? Китай? Мы входим в Западный Китай. Уйгуры, Кашгары, Дунгани. А вы бейте в Восточный Китай. То есть, помните, был Северный и Южный Вьетнам. Зачем воевали мы с ними? Северная и Южная Корея. Восточная Германия и Западная. Вот простой пример. Мы чувствуем, что ГДР трудно конкурировать с Западной Германией. Ну и пускай бегут немцы туда. Чего вы Берлинскую стену строите? Зачем? Хрущев малограмотный был. Пускай часть прозападных немцев туда убежит. Остальных инженерами за Урал. И там стоит наша армия. 500 тысяч. И ни одного солдата никуда не сдвинем. И диктуем условия всей Европе. Потому что там два часа до Ла-Манша танковый ход. Ну, Горбачев все убирает, Ельцин все ломает. Люди неспособные к внешней политике. Так русские цари никогда не поступали. Стоит огромная армия в Германии. Нас Митеран умолял не убирать армию. Тэчер умолял. То есть дураки наши убрали армию, когда Европа просила не убирать, и они боятся Германии. Это что, внешняя политика? То есть это виноваты они. Они МГИМО не кончали. Они кончали Металлургический институт. Вы способны сейчас диктовать нашей армии какие-то условия? Если вы говорите, что армия, например, разваливается у нас, служите. У нас миллионная армия. Служить с удовольствием служат. Техники огромное количество, но нужна новая техника. Высокоточное оружие. Но армия совершенствуется только во время войны. Вы можете это понять? Когда хирург становится опытным? Когда делает три операции в день? Когда вы, студенты, станете иметь знания? Когда 10 лекций, 17 занятий? Давайте заочники. Какие у них знания? Поэтому американская армия воюет с 45-го года. Каждый день воюют они. Они оккупировали 150 стран. И везде воюют надо, не надо, потому что иначе армия погибает. Поэтому у нас армия не разлагается, потому что она слабая, или мы даем мало денег. Сейчас мы им даем 23 триллиона. Таких денег мы никогда не давали. Но нужно место применения ее. Понимаете? Полиции нужны преступники. Врачам нужны больные. Армии нужна война, к сожалению. Запад пошел на нас. Ментальная война. Война за мозги. В военном отношении ничего нельзя сделать. Вся планета сгорит. Экономически ничего нельзя сделать. Почему? Тотальная коррупция. Если у вас есть тот прибор, который нужен мне, я ему дам деньги. Он у вас украдет, мне привезет. И плевать мне на ваши санкции. Вы мне в очередь встанете и привезете все, что надо. Потому что все продажные. Тотальная коррупция. Это что остается? Голова. Ударить по голове. Заставить вас отринуться от государства. Не надо государства. Не надо Кремль. Не надо армия. Будем жить свободно. Какая армия? Вот завтра будет объявлена частичная мобилизация на западных границах России и ситуация на Украине. Кто из вас пойдет в военкомат добровольно, чтобы призвали в армию? Кто? Поднимайте руки. Раз. Раз. Два. Три. Ну, десять. Все. Все. Видите, они еще не все сделали, Сергей Анатольевич. Еще не полностью все мозги промыты. И уже никто не хочет защищать Родину. И я вас не обвиняю в этом. Я просто вам констатирую. Вы же видите? Здесь в зале сидит сто человек, наверное. Это здесь десять. То есть, видите, их задача ударить по голове государства. Вот самый страшный удар нанесли оскорбление президенту, чтобы у вас было отрицательное отношение к голове. Второе. Ударить по инфраструктуре, чтобы все барахлило. Мало что работает. Третье. Ударить по армии, чтобы она не могла встать на защиту. И вас сделать такими, что потребитель. Я не против потребительства. Но цель, чтобы вас проводить потребителя, не должно быть национальности. Не должно быть русских. Не должно быть православия и всех других религий. Просто человек. Вот, живое существо. Кушай, пей, если есть. Живи хорошо, дискотека, бар, ночной клуб, если есть возможность. Но забудь государство. Забудь ваши русские деньги. Русский язык потихонечку забывай. И все остальное. И не сразу, естественно. Это долгоиграющее. Лет на 30-40. Но это началось. Потому что горячая война никому не нужна. Все погибаем. Тем более радиация. Экономика, я сказал. Никакие санкции. Только лучше станем. А ваш пармезан, так мы сделаем свой. Лучший пармезан. Ваши самолеты у нас будут еще лучше. То есть, это только стимулирует нас создать более лучшую. Как армия. Ах, у вас такие ракеты. Мы тебе такие сделаем, гиперзвук, что у вас нету. Сейчас пять лет у нас полная безопасность. Поэтому сейчас удар по мозгам. Почему вот в ЛДПР мы идем с опережением и делаем ставку на вас. Старшее поколение можно объяснить, но их трудно перевоспитать. Они не виноваты. Назад идти нельзя. А вы вперед идете. И мы вам готовы объяснить. Где враг? Не враг в прямом смысле. Там, волк в лесу, там, или бандит на дороге. Но вот я говорю, цели красивые. Цели, на которые все поведутся. Все можно. Это же хорошо. Представляете? Ограничений нету для поведения, для человека. Все. Иди, Ла-Манш, иди до Ла-Манш. Куда тебе дальше там? Иди. Неаполь, иди в Неаполь. Куда тебе надо? Иди. Пешком, на машинах, автостоп. Паспорт не нужен. Евро не нужно. Карточка у тебя. Чип у тебя. Везде, так сказать. Где-то что-то там до тебя за пособие дадут. На первом этапе. Чтоб человек не пропал. Давайте дальше. Это вот, Сергей Анатольевич, сделайте этот вариант. Брошюру срочно. Война мозгов там, или удар по мозгам. Лучше так. Удар по мозгам. Вот. Мы вот эти встречи называем боль мозгов. Это вот мы спорим здесь. А эту книгу сделайте. Удар. По русским мозгам. Чтобы было ясно. Что-то по нам удар. Все остальные слабенькие. Монголы, исландцы, финны, словаки. Маленькие народы. Им ничего не надо. Они сразу руки вверх. Единственный народ, который может ответить, и будет очень больно всему НАТО-блоку и всей США, это мы. Русские последний народ. Народ-освободитель. Мы освободили от Наполеона, 19-й век, 20-й от Гитлера, а 21-й, вот, надо будет освобождать нам с вами от этой ментальной атаки, мозговой атаки. На конкретно, на русские мозги. Вот ты там стоял, парень из Сокольников, вот поедет эта таджичка, а не русская девушка, чтобы по тебе ударить. А потом поедет, она и по-русски не будет петь вообще. Это же специально все делается. Специально. А хаивают русских, культуру, язык. Девочки под музыку Чайковского стоят. И флаг Федерации, Всемирной Федерации фигурного катания. Какой чей флаг? Вы что вообще? Специально делается. Допинг все спортсмены употребляют. Без допинга невозможно. Сегодня нормативы спорта выше человеческих возможностей. Он должен умереть, когда будут делать какие-то упражнения. Или принять допинг и стать победителем. Вот. И допинг опять они придумали, чтобы задушить русский спорт. Везде русские побеждали. Русский гимн, русский флаг. Все, понимаете, все стадионы ликуют. Русские победа, победа. Надо убрать это. Как это? Это же большое влияние. В армии победа, а они-то не воюют. Вот Украина. Что-то там войска подвели, отвели, разгружают. Нельзя воевать. Русские возьмут Киев. Нельзя. Вот так стреляй по пенсионерам. И убивай их, как в зоопарке, да? А вот бить по-русски. Издеваться. Что девочка-таджичка поедет от имени русских женщин, петь про русских женщин. И так далее, и так далее. Во всем, во всем. Посмотрите все передачи. Полуголые, намазанные, что знает что там обсуждают. Лишь бы не вызывать у вас восторг от жизни в родной стране. Это самое опасное. Враг есть, разбили. А здесь врага нету. Врага нету. Вот этот порно-журнал. Это все дети любят полистать, фотографики-то посмотреть там. Или фильм какой-нибудь там. Какой там фильм все смотрели-то? Как она? Девушка-то, имя-то ее? Эммануэль. О, Эммануэль. Вчера мы сидели там, кассету Эммануэль смотрели. То, то, то. Это такой возраст полового созревания. Все дети одинаковые везде. Что-то хочется увидеть, посмотреть. И на это они делают упор. Можно. Да что хотите. Марихуана? Все, легализуем. А потом и гашиш легализует. Дураки умрут, как наркоманы. А кто поумнее, останутся. И цель вот всей этой компании всемирной. Все вместе взятое. Все болезни, все пандемии, все революции, все теории. Цель какая? Уменьшить количество населения. Мешают только русские. Можно давно было всех разогнать. Вон Сирия. Давно там всех перестреляли ИГИЛ. ИГИЛ бы сейчас в Ближнем Восток весь бы сгорел, к черту. А русские взяли и остановили. Ну вот. В этом же проблема. Поэтому у вас величайшая задача. Нету войск иностранных. Они никогда не вторгнутся на территорию России. Никогда. Никто не будет бомбить через коктейль, через бар, через одежду, через музыку, через танцы, через турпоездки. Что угодно. Только забудьте слово Россия, русские истории. Суворов нет такого. Суворов. Какой Кутузов? Какой Жуков? Нет ничего. Американцы выиграли войну у Гитлера. Американцы, французы, голландцы. То есть они. Нас вообще нет. Одна строчка. Сейчас же ее убрали. Все делают Американцы. Победили. Там Берлин. Поздам. А в это время на Востоке и русские перешли в наступление. Где? Когда? Московская битва. Нету. Сталинград. Нету. Ржев. Вкус. Ничего нету. Одна строчка. И русские перешли в наступление. Потом напишут какие-то русские бандиты в формате партизанского отряда. Где-то под откос пускали поезда. Нарушали права пассажиров, ехавших в вагонах. Не то, что герои партизаны. Нарушали права. Те, кто ехал в этом поезде. А это немецкие солдаты ехали домой подлечиться, отдохнуть. Их папа с мамой ждут престарелые. А тут русские партизаны под откос пускают. И так далее. Любимой женщины нету. Теплой семьи. Где было бы двое детей. Не больше. Мальчик, девочка. Может быть даже один ребенок. Чтобы родители были рядом. Или я мог хоть навещать. Чтобы были друзья. От школы. От вуза. От армии. С кем работал. Ничего нету. Все завидуют. Ревнуют, так сказать. Ненавидят. Вот он где наверху о нем говорят. А они все никому не нужны. Понимаете? Это все их раздражает. Поэтому нигде не вижу людей радостный глаз. Он радовался встрече со мной. Никто не говорит. Володя, друг, обнять. Нет ничего. Нету ничего. Мне 75 лет. Ни один не позвонит мне. Ну что ненависть. А у нет страх. Я, Владимир Жириновский. Живу уже 75 лет. Добился больших успехов на политическом поприще. С отличием окончил два факультета МГУ. Общался с тысячами граждан. Самый известный в нашей стране и за рубежом человек. И хочу приносить пользу. И хочу, чтобы меня правильно понимали. И готов прийти на помощь любому, кто ко мне обратится. Адрес простой. Москва. Государственная дума. ЛДПР. Еще проще. Москва. Жириновскому. Сегодня вы влиятельный и обеспеченный человек. Но так было не всегда. Ваше детство было полно лишений. Расскажите, пожалуйста, о нем. Детство было безрадостным. Голодным. Холодно. Ну, во-первых, момент рождения. Скорая помощь опоздала. И бабка, соседка, акушерка опоздала. То есть уже травма с момента рождения. Вот. Ну и, конечно, питание. Какое было? 46-й год. Снова первый год голода. 46-й, 47-й. Питание плохое. И круглосуточные ясли. До трех лет. А потом детский сад с трех до семи. Естественно, чужие люди. Группы по 30 человек. Это, опять же, питание не самое лучшее. Игрушек почти нету. Школа. Тоже 11 лет учусь. До сих пор ощущение голода. Уроки идут. Особенно после второго, третьего. И нам в перерыв приносили эти пончики с повидлом. Пять копеек стоило. Сегодня это пять рублей. Вот. А у меня нет. Не всегда есть. Когда есть, я скорее бегу, покупаю, съел. Горячий пончик с повидлом. Тоже всегда это такое впроголодь. С удовольствием, где вижу я. Вот в Останкино ВДНХ есть пончиковое. Но Дюпин или Сафонов ни разу не поехали, не послали кого-то купить мне хотя бы раз в год. Это такой кулек, пончики. Вот. Это Останкино. Около пруда стоит написано пончики. Там трамвайная линия. Но если к Останкино ехать, направо, где трамваи, и тут же пончиковое. Это вот с детства осталось. То есть ходил бедно одетый, обноски, с барахолки. Ну, мама. Жил в бедной семье. Отец уехал по политическим причинам. Отчим, дармоед был. Иждивенец. Нахлебник. Поэтому, конечно, тяжело было. Но я не завидовал. Вот когда появились шариковые ручки, я увидел у кого-то в классе, появились они. Мне, конечно, тоже хотелось. Ну, шариковая ручка, модно. А где у меня? Приходим в гости. На дни рождения был такой обычай. Ходили. Горячая вода у них в доме есть. А у меня нету. Стол хорошо, так сказать, все закуски, там, ну, какие-то праздничный стол накрыт. Я не мог. Мне 16 лет, они решили ко мне прийти. Мама картошку пожарила в общей сковородке. И мы сидели, семья четыре человека, из общей сковородки вилкой черный хлеб, картошку ели. Ну, представляете, а у них там и колбаска, сыр, салатики, там, вазы с фруктами, конфеты. Конечно, обидно. Провожаю учеников, смотрю вниз на старые стоптанные домашние тапочки, а носок порван, большой палец из носка виден. Ее, что такое? Ну, что делать? Ваша мать говорила, я не была счастлива ни одного дня. Что же мешало ей быть счастливой? Вот она мне это сказала, фразу, говорит, Володя, ни одного радостного дня. Нечего вспомнить. Почему? Родилась в 908 год. Ну, первые там пять-шесть лет ребенок ничего не понимает. Первая мировая война. Значит, в 19-м от ТИФа умирает ее отец, мой дед, Павел Иванович Макаров. Значит, начинается НЭП. Ее мама, моя бабушка, в их доме на первом этаже открывает маленькую столовую, четыре стола. Сталин через восемь лет закрывает НЭП, бабушку на Соловки. Ну, что это такое? Выходит замуж не по любви, лишь бы кто-то взял, потому что мужчины были все убиты или в тюрьмах сидели. Выходит замуж за лейтенанта ЧК, чекист. Вот. А он поездил в Ленинград, Смольный охранял, потом с Сасова, Рязанской области сейчас. И потом, наконец, он оказался в Алмате. Там шло строительство Туркестана-Сибирской железной дороги. И его увольняют из ЧК. Только они квартиру получили, а он безработный. Он какие-то документы потерял. И он работает в этом управлении Туркестана-Сибирской дороги. По-моему, начальник отдела озеленения. И там на работу поступает мой будущий отец. А он умирает от туберкулеза. Ну, взять несчастная женщина. Ну, ни одного радостного дня. Выходит замуж за моего отца. А он уезжает в Польшу, а потом в Австрию и так далее. По политическим причинам. Да что ты будешь делать? После войны голод. Как ей кормить? Ну, с чего кормить? Она выпрашивает продукты в столовой. Она выдавала фартуки, спецовку, чистую посуду. И за это повара ей что-то давали. Ну, что я. Она всю жизнь просит, просит. И я стою, прихожу обедать. Просим, просим. И вот так отчим, дурак такой, студент какой-то. Тоже ничего хорошего. Пожил-пожил у нас. Не только от него доходы, там, зарплата. Она его еще содержала. И уехал он. Дочь уехала на Дальний Восток. Неудачно вышла замуж. Разошлась. Приехала беременна. Родила ребенка. Ну, что ты будешь делать? Опять проблемы. Потом она замуж выходит. Уезжает. Потом я уезжаю. Потом другая дочь. Тоже не выходит замуж. Тоже рожает кого-то. Вот все время. Она, мама, чтобы квартиру, комнату отдать дочери, младшей, Люба. Уходит замуж за туберкулезника. Туберкулезника. Да сколько же можно? Четвертый муж опять туберкулез. Сколько можно? Один умер. Другой уехал. Третий уехал. Четвертый умирает от туберкулеза. И у пятого инфаркт. Пять раз она пыталась устроить личную жизнь. И все неудачно. И везде она должна ухаживать, готовить, что-то делать. Как это? Как домработница. Вы пытались как-то изменить ее жизнь к лучшему? Не успел. Как бы она была счастлива, что ее сын, кандидат в президенты, шесть раз во главе партии победитель. Не успел. Восемьдесят пятый год. Она успела сказать. Я все критиковал. Там Брежнев старик, там больной. Этот Андропов. Этот как его Черненко. И тут она по радио слышит, показывает по телевизору. Горбачев говорит. Все, смотри, смотри. Наконец молодой. Избрали его. И все. И умирает в мае восемьдесят пятого года. Еще одну фразу она мне сказала. Это мне очень запомнилось. Она видит, что я мучаюсь. Я не член партии. Никакой карьеры нет. Но уже живем лучше. У меня зарплата, квартира. Уже она довольна. Я ее в санаторий направлял. То есть под конец жизни лет пять. Я ей березки купил дубленку, сапоги, что-то еще, халат. И в санатории каждый год. То есть я ей компенсировал всю ту горечь, которую она получила за семь лет жизни, когда никто ей ничего не мог помочь. И когда она видела, что я, вот Рейган был тогда еще президентом, вот там, восемьдесят второй, восемьдесят третий год, восемьдесят четвертый. И она в сердцах, понимаете, русская женщина-мать, сказала такую фразу. Хоть бы Рейган скорее бы начал атомную войну. Представляете? Она понимала, что без войны карьеры не будет. Она видела на примере своего мужа. Все сделали карьеру, потому что перестреляли полстраны. И понимала. И после войны сделали карьеру. Поубивали всех начальников. Она понимала, что без войны нынешнее поколение, кому тридцать пять-сорок, они карьеру не сделают. И она это воспринимала как обычный исторический факт. И готова согласиться, чтобы начнется война, но чтобы ее сын, может быть, какую-то карьеру бы сделал. Это чудовищно. Ну что делать? Так было. Сколько вам было лет, когда вас бросил отец? Как в романе. Уезжает он в день моего рождения. 25 апреля. 46-й год. Формирует эшелон. Алмата, Москва, Варшава. И он записан туда. И мама знает, что он уже пошел на поезд. Часа через два поезд уйдет. И у нее роды начались. Может быть, даже преждевременные. Так-то девять месяцев она меня выносила. Но она переживала, что вот отец на вокзале. Я родился. Она попросила какого-то соседа. Побеги на вокзал. Там у нас все было близко. Можно было даже пешком дойти. Скажи. Имя моего отца называют. Вольф. Там фамилию все. Скажи, что у него родился сын. Она надеялась. Вдруг он сойдет с поезда и к ней придет. Все-таки родился у него сын. Он стал отцом. Но нет. Он уехал. Через два месяца мама решительная такая женщина взяла и со мной поехала в Варшаву. Как она добралась? Где деньги взяла? Вот. Недельку пожила у них. А обратно зовет его. А в посольство советское Варшаве ей говорят. Ты можешь вернуться. Ты советская гражданка. Его не пустим. Он иностранец считается. Что он был из тех районов Западной Польши, которая перешла к Советскому Союзу, но не всем еще успели выдать советские паспорта. Поэтому он практически считался иностранцем. И вот так в июне, через два месяца я еду. Не я, мама меня везет в Варшаву. И отец меня увидел. Мама, думает, покажет меня живого. Два месяца мальчик. Может быть он поедет назад. Он готов. Но посол говорит там или консул, тебе в это время Сталин принял решение. Никого не пускать. Столько шпионов, столько иностранцев. Не до этого было. А в 20-м году даже переписку запретили с заграницей. Об этом сейчас не говорят. И он писать перестал. Говорит, у вас за переписку с иностранцами может быть уголовное наказание. Пишу последнее письмо. Вот все. Вы так и не встретились с отцом? Никогда. Всю жизнь думал, где он, что он. Может быть у меня братья есть, сестры. Где он живет? В Америке. Где? И с трудом нашел 2006 год, когда мне было 60 лет. Книгу издал. Так и называется. Мой отец. Нашел, когда уже могила его. Он умер 20 августа 83 года. Я нашел слова, которые я от души, от сердца написал, потому что думал об отце 60 лет. Я тебя никогда не видел. Никогда не слышал. Всегда тосковал по тебе. 60 лет искал по всему свету. И, наконец, в чужой стране нашел твою могилу. Вдалеке от родных берегов. Вот это ведь поэт не напишет так. Это нужно было выстрадать 60 лет, чтобы эти раз, два, три, четыре, пять, семь строчек написать. А что бы вы сказали ему, если бы встретились? Ну, мне хотелось просто увидеть. Кто этот человек? Он мой отец. Ну, я же рос без мужчины. Без никого нету. Мама, бабушка, тетя, сестры. Кто он такой? Как он? Я же не испытал никаких сыновьих чувств. Понимаете? Отца рука не коснулась моего плеча. Не погладила по головке. Слово мне не сказал. Сынок там, Володя, Вова. Поэтому, конечно, я переживал. Думаю, где он? Что он? И вот нашел, когда уже могила. У него второй брак. Но бездетный. Поэтому я у него один. Но как ему запало в голову, что переписка с иностранцами запрещена в Советском Союзе, уже и Сталин ушел, и Хрущев, Брежнев, уже он умирает, когда Андропов в Кремле, 83-й год. Но все равно он боялся вести переписку и потерял адрес, может быть, так вот ничего не получилось. После того, как вы нашли его могилу, ваша душа успокоилась? Конечно. Я знал его жизнь. Кем он работал, где работал. Он окончил университет французский Гренобль. Два факультета. Агрономический и экономический. Я запросил ведомость с оценками. Представляете? Я долго искал его. И нашел, когда мне подсказали, что он учился во Франции Гренобль, сделал запрос. У меня есть оценки его. Четверки и пятерки. Даже троек нету. И разговаривал с людьми, которые с ним в одной фирме работали. Фирма поставляла удобрения по разным регионам. Скромный человек был. Начальник отдела. Дошел максимум. Костюм один или два. Часы. Из его семьи, второй, которая у него была там, мне отдали часы, одеяло, которым он укрывался, и сахарница. Вот он был таким, каким получилась его жизнь. Средний человек. Пенсия у него была 500 долларов. Потому что в местной валюте непонятно будет. Своей квартиры не имел. Съемная квартира. Машины не имел. Ездил на автобусе на работу. Скромный человек, экономист. Ему совпало. Он аграрий и экономист. А поставка удобрений. Удобрения – это аграрий. А поставка – экономика. Ему повезло, что он в Алма-Ате мог работать в отделе озеленения. Тоже связано как бы с аграрным сектором. И дальше уже по жизни. То есть он не имел больше детей. Я уверен, что он подумал о том, может быть, меня найти. Но он боялся, что это мне принесет вред. Потому что это охаивали Советский Союз, диктатор Сталин, Хрущев, Брежнев, диссиденты. Поэтому он боялся, что будет со мной искать, найти меня и вести переписку. Нам нанесет вред. Так он и не стал. Я бы стал. Я бы нашел своего ребенка. Он не стал. Когда у вас появились первые деньги, на что вы их потратили? Ну, если взять советский период, я мечтал машину купить. Вот я купил «Запорожец». Потом я мечтал квартиру. У тещи жить тяжело и вообще. Я продаю «Запорожец», покупаю кооперативную квартиру. Теперь я снова мечтаю о машине. Я покупаю «Жигули». Но потом нет стоянок, ремонт, проблемы в советский период. И его продаю. Вот. Поэтому «Квартира и машина». Мечтал о даче. Сделал дачу. Три классических темы для советского человека. Квартира, дача, машина. Все это я получил, сделал. Такая есть, по-моему, фраза, что мужчина за свою жизнь должен построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Я построил сотню домов. Я посадил тысячу деревьев. И это могу показать все. Это не блеф. Все могу показать. Все посчитайте сами. И два сына и дочь. Девять внуков. Девять внуков. Пять девочек и четыре мальчика. Я все социальные нормы выполнил. Все было сверхъестественным способом. Я никому не перебегал в дорогу. Никакие интриги. Началась перестройка. 87-й год. Стали какие-то тусовки, массовки. Арбат старый. Люди приходят по вечерам, особенно летом. Разговаривают. Я тоже стал ходить. Как на Арбат. Потом смотрю, стоят люди, кого-то слушают. Я подхожу, послушал и говорю, неправильно. Люди ко мне повернулись. Я молчу, неправильно. Снова к нему. Я говорю, не так было. Ко мне. В конце концов, эта группа товарищей отвернулись от того оратора. Ко мне. И я начал продолжать его тему. Но исходило из реальных фактов. Я посмотрел, люди меня слушают. И мне это понравилось. Я снова прихожу раз в неделю, раз в две недели. Меня стали узнавать. Стали подходить ко мне. И так получилось, что я весь 87-й год летом много раз приходил и участвовал в разговорах. Обычные. На Арбате. Движения нет. Люди, отдыхающие и так далее. У меня не было честолюбия. Ой-ой, пускай на меня смотрят. Ой, пускай у меня авторы берут. Ни в коем случае. Я уразумел. Мне 41 год. Люди слушают меня. И я выигрываю. Там все много людей приходили и вели беседы. К ним подходили. Но все шли ко мне потом. Я побеждал. Это как спорт. Как искусство. Как наука. То есть я осознал себя как личность. Я был обычный юрист. Я был там международник. Обычный гражданин. Средняя зарплата. Квартира. Машина. Все. А тут перестройка. Я понял, что я уже могу влиять на людей. И другие люди начали мне звонить. В 88-й год тоже я хожу. Демсоюз подпольно проводит съезд. Валерия Новодворская. Май 88-го года. 7-е, 8-е. 6-е, 7-е, 8-е мая. Три дня шел съезд. Я к ним пришел. Тоже выступил. Начали выбирать руководящие органы этой организации. Первая подпольная. Демсоюз. Меня выдвигают люди. А кого? Они друг друга не знают. И я оказываюсь в руководстве новой подпольной партии. Демократический союз. Новодворская. Там Убожка. Богачев. И там с десяток людей. Ну, ухожу через день буквально. Поехали на квартиру в Ясенево. К одному из активистов. Их. Не мой. Она подсела ко мне. Я был незнаком для нее. Она говорит. Ты знаешь, куда ты попал? Вот завтра 9 мая. Мы пойдем на Пушкинскую площадь. И будем там биться головами. А автобусы с ОМОНом. Я опешил. Политическая партия. При чем если ОМОН? И почему 9 мая портить? Это день победы. И все. Я понял, что это не то, что я хотел бы. Но. Меня там заметили те, кого она потом выгонит. Я сам ушел через один день. А у Богачев, у Бошка они видели. Ну, у Бошка был такой Лев Григорьевич. Сам хотел быть во главе партии. А вот Богачев и его товарищи стали мне звонить с января 89-го года. Каждый месяц. Давай создадим партию, ты возглавишь. У меня в мыслях не было. Я предполагал в будущем просто вступить. В КПСС не принимали. Думаю, вступлю. Появится какая-то новая партия. А тут звонят, предлагают возглавить. У меня даже не было таких мыслей. Уговорили. В декабре, 13 декабря проводим учредительный съезд. На квартире у Богачева. Там, где был первый день съезд Демократический союз. И вот началась моя карьера, когда меня просили. Еще не было дифферамбов. Еще нас никто не знал. Когда будет первый съезд, 31 марта 90-го года, весь мир ахнет. В России легально появилась новая политическая партия с таким красивым названием либерально-демократическая. Сегодня вся Европа и Америка живут под флагом либерализма. Вот это вот началось. У вас особенная манера говорить и жестикулировать. Вы этому где-то учились? Все естественно. В этом смысле мне в личной жизни не повезло. Я не мог врать и говорить, что кого-то люблю. А если не обманешь, то, как говорится, ничего не получишь. Поэтому я естественный был в общественной жизни, в политической. А вот в личном плане, мне это как раз вредило. Я так и не встретил любимую женщину. До сих пор мечтаю. Встречаю, просто хороший человек, просто симпатичный. А чтобы полюбить, не получалось. А в общественно-политической все делаю естественно. Это залог моего успеха. Другие учатся. Явлинский там целая группа миджмейкеров. Кого-то везут в Париж, в Чубайс куда-то. Всех их учат, учат, учат. Все бесполезно. Все они проиграли, ничего не смогли. А я никогда ни одной бумажки не зачитывал. Все делал, как я считал нужным. Ельцин был обычный уральский мужик, туповатый прораб-строитель. Он не знал даже, где находится Казахстан. Вы говорили ему это при жизни? Я с ним встретился один раз, когда был правительственный кризис. И он собрал нас в Кремле уговорить, чтобы мы проголосовали за Кириенко. Потому что третий раз подавать Черномырдина кандидатуру, а парламент не пропустит, значит кризис. Надо распускать Думу, выборы, это ему не хотелось. Поэтому он собрал и просил уговорить. Естриженский был, пресс-секретарь его. Я ему говорю, Борис Николаевич, мы поддержим, но пусть Кириенко нам даст два министра в его новое правительство. Он поворачивался и говорит, Сергей Владиленович, Жириновскому два министра. Мы поддержали. Но он успел дать только один зампредседателя Госкомстата. Через три месяца его убрали. Если бы он еще побыл бы, полгода хотя бы, может быть, у нас было бы полтора-два министра. А так больше я его жестко критиковал во время первых выборов президента. За это меня и полюбил народ. Я ему постоянно его долбал в пух и прах. Потому что он столько натворил. Это же у нас ГКЧП он провалил. Можно было спасти СССР. А все это, 92-й год. Грохнули все наши счета в Сбербанке. Приватизация. Все отдали бандитам. Чеки приватизионные. То есть мы все были возмущены. И я единственный жестко говорил. Потому что Рыжков мягкий такой, еле дышит. Тулеев тоже провинциальный такой человек. Альберт Михайлович Макашов. Тот по-сталдафонски. Но такая вот настоящая критика была. Только из моих уст. О, это его очень обидело. И когда с ним поговорили, чтобы, может быть, мне дать министра в новом правительстве, он так поморщился. Потому что он вспоминал, как я его жестко критиковал по всей стране. Я же объехал всю страну. Выборы президента. За две недели самолетом облетели. Каким министром вы хотели бы быть? Я встречаюсь, говорю, Михаил, как его там, полтора, Михаил, имя, отец-то уже забыл. Говорит, поговори с Ельцином, пусть даст хоть какое-то министерство. Говорит, ну какое, ну хотя бы министерство рыбного хозяйства. Михаил Никифорович. Я не знал, что это самое мафиозное министерство. Это самое дорогое. Я думаю, какая это рыба, кому она нужна? Я еще был неопытный. Я понимал, что Минфин не дадут, Министерство обороны дадут, Минфин не дадут. Ну вот хотя бы дайте рыбу, рыбхоз. Он поговорил с Ельцином, но тот не согласился. Вам так хотелось стать министром? Ну это единственный пост, где можешь что-то сделать. Если я обычный клерк, что я сделаю? А министр все-таки в своей сфере, в отрасли. Я бы начал борьбу с рыбной мафией. Это бы увидела вся страна. А так, кто поймет, на что я способен? Что я могу? Что я хочу? Поэтому, ну я же на большее не мог рассчитывать. Я же занял третье место. На втором месте был Рыжков. Вот. Поэтому я хотел бы, может быть, стать... Потом хотел стать губернатором. Это будет 99-й год. И Ельцин хотел помочь. Вот здесь Ельцин позвонил. Савченко был тогда губернатор, он только недавно ушел. Говорит, уступи место Жириновскому. А ты пойдешь министром сельского хозяйства. У него там хорошее достижение по сельскому хозяйству. Савченко не захотел. Я думаю, дурак что ли? Тебе министры предлагают. Ты что сидишь в своем Белгороде? Москва, центральное правительство. Потом я такое узнал. То там он царь, король. Все в его руках. А министр, сегодня министр, через полгода выкинут его. Поэтому он не согласился. Ельцин министром не взял. Но губернатором Белгородской области хотел помочь. Но Савченко не захотел уступать. Так вы шесть раз баллотировались на президентский пост. Вам явно не министром, а президентом хочется стать. Конечно. Потому что теперь меня уже и губернатор не устраивает. У нас три губернатора. Чего они могут? Министр не устраивает. Все Мишустин делает. И даже премьер-министром быть, это в принципе делать то, что тебе говорит Путин. Чего, какой смысл-то? Он как завхоз работает, Мишустин. Налоги снизим, давай снизим. Вакцина давайте раздадим. Эта станция, давайте ее построим. То есть хозяйственная чисто работа. И все выполнять указания президента. Поэтому в нашей стране, где режим президентский, единственный пост, где можно себя проявить и хоть что-то сделать, это президент страны. Вот до этого я созрел. Вот представитель Госдумы, ничего он не может. Верхняя палата, ничего не может. Генеральный прокурор ничего не может. Только глава государства. Царь. Император. Шесть раз я был. И третье место у меня, в принципе, в среднем. Поэтому шанс есть. И сейчас возьмите опрос в СИО. На первом месте Путин. Рядом с ним Лавров и Шойгу. Но это одна команда. А следующий я иду. В любой стране спросите, кто в России? Путин на первом месте. Согласен. Второй? Жириновский. Зюганова не назовут. Миронова не назовут. Последний опрос в СИО. Доверие политикам. Путин 60%. Жириновский 30%. Я уже наполовину имею то, что имеет Путин. А у него вся страна. Вся армия. Все деньги. Все телеканалы. Все есть. А я всего отстаю от него на 50%. Судя по зарплате, вы не отстаете от Путина, а опережаете его. Вы заработали за год в 4 раза больше президента. Потому что да, министры, губернаторы, у них сухая строчка. То, что им зарплату дает правительство России. Президент сам себе не назначает депутаты. Все это тарифы, штатное расписание утверждает председатель правительства. Поэтому, конечно, лучше всего банкиры получать миллион в день. Нефтянка, может быть, 10 миллионов в день. А президент, может быть, 600 тысяч получает. Или 500 тысяч, или 400. Конечно. Здесь дело не в зарплате. Здесь дело в том, что можно хоть что-то сделать. Ну, простой пример. Сейчас бы Украины не было. Люди бы все были в восторге. 13 тысяч русских убили. И мы это сделаем с опозданием на 20 лет. Русских уже убьют 20 тысяч, 30 тысяч. Вот сейчас смотрите, свежий вариант, Афганистан. Уходят американцы. Что надо сделать? Заставить Таджикистан, Узапикистан, Туркмению, направить свою армию в Афганистан. Заблокировать весь Афганистан. Арестовать всех убийц, всех террористов. Полностью взять под контроль. Таджикистану треть, Узапикистану треть, Туркмению треть. Весь Афганистан. Наши это сделают? Нет. Поэтому только на посту министра, в смысле президента, можно чего-то добиться. А так это все сопли размазывать. Нет у меня ни хорошей работы, ни теплой семьи, ни хороших товарищей, ни свободы, которой хотелось бы. Все, что я имею, это на тройку. На тройку я прожил жизнь. Объясните, пожалуйста, что вы имели в виду? Любимой женщины нету? Теплой семьи, где было бы двое детей, не больше. Мальчик, девочка, может быть, даже один ребенок. Чтобы родители были рядом. Или я их мог хоть навещать. Чтобы были друзья от школы, от вуза, от армии, с кем работал. Ничего нету. Все завидуют, ревнуют, так сказать, ненавидят. Вот он где наверху, о нем говорят, а они все никому не нужные. Понимаете, это все их раздражает. Поэтому нигде не вижу людей радостный глаз. Чтобы он радовался встрече со мной. Никто не говорит, Володя, друг, обнять. Нет ничего. Нету ничего. Мне 75 лет, ни один не позвонит мне. Потому что ненависть, а у некоторых страх. Как объявили, что я возглавил первую в России оппозиционную партию, так звонки прекратились. Они испугались все. Решили, что через год, через два начнутся аресты. И в первую очередь арестуют меня и всю мою партию. Трусливый народ. Поэтому в этом смысле на тройку есть. А вот так, чтобы на пятерку, на четверку этого нету. Почему вы говорите, что в семье должен быть всего один ребенок? Я убедился. Когда-то я мечтал, да хорошо бы много детей, все это жить вместе. Теперь понял, что строителями ни со стороны мужа, ни жены жить нельзя. Ни в коем случае. Отдельно. Ребенок один. И не торопиться. Подумайте. Вот вы будете жить несколько лет? Не надо до гроба. Но хотя бы лет на 10 вы ориентируетесь. Могут быть одного родить. Чтобы поднять его хоть немножко. И испытать радость отцовства, материнства. Поэтому я понимаю, что у нас не хватает населения. Но если взять всю планету Земля, то перебор населения. У нас население растет бешеными темпами на всей планете. Кроме России. Поэтому мой политический завет всем. Один ребенок в семье. И не в каждой. Есть женщина, которая не хочет быть матерью. И она может рожать, но ее организм нету сил, чтобы зачать его. И выносить в утробе. И хотя бы 2-3 года поухаживать. Ты их ведь гордели с тем, что у членов вашей партии и многодетные семьи. Правильно. Это разные вещи. Я говорю о том, что это очень тяжело. Я не понимал, что такое для женщины родить ребенок. Я смотрел на женщину как в магазин. Ну пошел, купил что-то в магазине. Ну пошла, родила в родильный дом. Это же страшная мука. 9 месяцев. У меня 2 сестры почти с нами жили. Я видел их беременность и рождение ребенка. Это мои дети и знакомые все. Это очень-очень тяжело. Поэтому не надо людей заставлять много рожать. Потому что они просто это не смогут сделать. Я не имею в виду физически. Они могут стать папой, мамой. Но это им будет очень тяжело. Поэтому надо, чтобы это было серьезное решение. А ваш брак вы тоже считаете ошибкой? Это не надо говорить ошибка. Но это не то, что я хотел. Я выбрал Галина из того, что у меня было. Она была лучшая. Но не было той глубокой любви, чтобы я действительно полюбил. Когда-то мне нравились. Мне нравилась там одноклассница. Но потом это прошло. Где-то еще нравилось. Еще. И я ждал. Мне хотелось такой глубокой любви. А не так, как картина. Вот это хорошая картина. А это похуже. Это костюм получше. Это колбаса получше. То есть надо, чтобы это клокотало сердце, душа. Что я без этого человека не могу жить. А я могу без них без всех жить. Сейчас вот живу уже 40 лет. Никого из них рядом нет. В этом смысле. Любовь, когда я жду. Вот у меня одноклассница была, Света. Однажды мы пошли на какую-то демонстрацию. Она, ее подруга Оля. И мы возвращаемся. И я попрощался. А она ее пригласила к себе. Света, Олю. Я пришел домой, заплакал. Мне так хотелось быть с ней. И с подругой пускай будет. А она меня не позвала. Потому что она не испытывала ко мне никаких чувств. А мне хотелось. Я хотел быть с ней. Но рано. 17 лет, 18. Я понимал, что рано. Но вот это первое чувство, когда мне хотелось быть с ней. Я ее на свидание пригласил. Я звонил. У меня голос дрожал. Первая такая, как бы, любовь. Вот. Но это не получилось. Она уехала в Тверь. Я в Москве. В Москву уехал. И так мы все расстались. И потом какие-то были встречи. Могло быть. Но не получилось. А вы не хотели извиниться перед женщинами, которых вы обидели? Например, перед Евгением Тишковской и Ксением Собчак? Вот никогда эти вопросы не задавайте. Не унижайте ни их, ни нас. Если человек хочет извиниться, он это сделает. Тишковская преступница. Женщина из прокуратуры приехала. Все просмотрела. И говорит, в отношении Тишковской можем возбудить уголовное дело. Она напала на группу депутатов. И била их руками и ногами. Она совершила хулиганский поступок. Нанесла увечья группе депутатов. Поэтому мы не стали. Пожалели ее. И не стали возбуждать уголовное дело. А Собчак? Это за что извиняться перед Собчаком? Она на дебатах по выборам президента страны. Ни с того, ни с сего. Я стою. Здесь Бабурин. Она здесь. Я с Бабурином веду дискуссию. Она со своей трибуны силой в меня бросает стакан с водой. Воду из стакана. За что? Чтобы внимание обратили. Она хочет, чтобы все на нее смотрели. Это больная женщина. Вы знаете, что она сделала после выборов президента? Рекламировала мобильный телефон, положив его между ног. Больная, сумасшедшая. А вы хотите, чтобы я перед ними извинялся? Сумасшедшая Тишковская, сумасшедшая Собчак. И вы мне такие вещи говорите. Я же ее трогал разве? Я с ней разговаривал. Но внезапный из стакана бросок воды, это же можно человека в стресс вогнать. Он может даже инфаркт получить. Попробуйте, вам сейчас подойдет кто-нибудь в студию и плеснет водой в вас. А вы даже не знаете это. И потом вас будут просить, чтобы вы извинились перед ним? За что? Он вас в воду вылил. Поэтому ваша женская солидарность, она вас подводит. Закрываем вопрос. Тишковская забыли и Собчак забыли. В СМИ появились новости. Сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского и вице-спикер Государственной Думы Игорь Лебезев принял решение уйти из политики из-за ссоры с отцом. А что случилось? Он никуда не уходит. Мы расстались по договоренности, по согласию. Никаких проблем у нас нет. И, так сказать, просим эту тему тоже не поднимать. Никаких проблем. Он никуда не уходит. Но он имеет право заняться чем-то другим. Вот вы странные журналисты. Ну, человек 30 лет занимается одним и тем же. Но может он чем-то другим заняться? Потому что здесь у него потолок, все. А другим делом, может быть, он там добьется больших успехов. И там его никто не будет упрекать, чей ты сын. Он скоро дедушкой будет. А ему все говорят, сын Жириновского, сын Жириновского. Вам приятно будет, если по вашей карьере все будут говорить, это дочь Лысенко, известный наш телепродюсер. Это дочь Лысенко. Да вы сама талантливая журналистка. А вам везде вешает ярлык. Дочь Лысенко. Или там дочь Добродеева. Или дочь Эрнста. Да вы сама. А вам 30 лет одно и то же говорят. Сын, 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 сын. Это тоже ведь раздражает людей. Поэтому тему закрыли. Дальше. Равенство невозможно. Лучше уж милосердие. Что у вас есть лишнее, дайте другим. И вы испытаете радость. А вы сами даете? Обязательно. Почему я против коммунистов? Справедливо России. Они опять обманывают. Никогда справедливым не будет общество. Ну, никогда. Ну, представляете. Вот сейчас больные есть и здоровые. Какая справедливость? Бедные и богатые. Какая справедливость? Умные и дураки. Поэтому лучше не призывать к равенству. Мы равны перед законом. И то, у кого телефон хороший есть, ему нужное решение сделают. У кого деньги есть, тоже сделает нужное решение. Поэтому мы нигде не равны. Нигде. А вот проявить доброту, стать милосердным, помогать людям, помогать. По линии партии мы ежемесячно направляем до 10 миллионов рублей. И за эти 20 лет последних направили уже, наверное, 500 миллионов, полмиллиарда. Немного. Одному человеку тысячу рублей. Но это несколько тысяч в месяц. 5 тысяч человек, 5 миллионов. Или 10 тысяч человек, 10 миллионов. Поэтому помогаем обязательно. Один раз я не помог и сожалею. Город Кузнецк, Пеннинской области, меня показывали, какой-то запорожец у меня тот, он мне пишет. Владимир Ильич, ну зачем вам этот горбатый запорожец? Дайте мне его. Я хоть перед смертью немножко поезжу на этом стареньком запорожце. И я что-то пожалел. Ну зачем я пожалел? Запорожец стоит у меня, не нужно ничего. Запросто. И я это человеку не отдал. Что это такое? Это для меня просто травма несколько лет. Я помню адрес. Город Кузнецк, Пеннинской области. Если нам удастся найти его адрес, Сафонов, запиши. Может где-то в этих, значится он, он же письмо присылал. Я бы сейчас с удовольствием ему направил бы запорожец. Почему вы стали вегетарианцем? Потому что все должны быть вегетарианцами. Почему мы мясо едим? Войны, война, холод, спорт, физическая работа. Но это же вредный продукт. Мясо это вот жвачные животные, корова, овца, лошадь, они травку щиплют, и их организм перерабатывает, чтобы было мясо, для чтобы был круп, чтобы как бы бочок там, чтобы животное жило. А мы это мясо забираем в пищу. Ну это же вред. Оно же двойной переработки. Поэтому полезно первичное растение. Вот лучок растет, апельсин растет, значит, морковка. То есть то, что вырастает из земли, растение, отсюда вегетарианство, это вегетарианство, это есть растениеводство. Вот поэтому это выгоднее, полезнее, дешевле. Но люди привыкли. И сразу бросать мясо не получится, но детей приучать, не есть сладкое, иначе диабет убьет через сто лет всю планету и ожирение. И вот никакого сладкого, копченого, соленого, жареного, и растительная пища. Вот сегодня я ел что? Свекольник, окрошечку, огурчик там порезан, картошечка, так сказать, листики там, салатик какой-то. Все. Вот это каша, творожок и так далее. То есть надо постепенно, постепенно, не сразу, но лет за 50 перейти всем на вегетарианскую пищу. Вы знаете, что? Коров запрещат скоро держать, ибо выходящий из них воздух, из кишечника, это угарный газ, это метан, он погубит планету, он уничтожит планету. Поэтому они будут запрещены ближайшие 10 лет, а потом запретят и других жвачных животных. Я не боюсь, тем более мне уже 75. Конечно, в молодости людям неприятно. Там 20 лет умер, 30, 40. У меня племянник умер 46 лет. Ну что это такое? Ну что это такое? Поэтому, когда уже за 70, а тем более за 80, 90, вот Меньшов, 82 год, конечно, не жалко ему. Он бы хотел еще пожить, но основной свой запас он получил от общества, от природы. Какое время нужно помнить и не пропускать, чтобы потом не раскаиваться? Время, связанное с исполнением хотя бы двух-трех желаний ваших родителей. Не обижайте их. Вы даже не понимаете, что они умрут, и вы больше никогда не сможете исполнить их желания. Вот мама просила у меня кроссовки. Они были. Я взял, отдал сыну. Да сын 100 кроссовок получил, а она умерла. Она никогда их не получит. В этом плане надо уважать старших. Дайте сперва старшим, ибо у них нету времени впереди. А потом уже дадите и другим, кто от вас что-то просит. Как понять, какие люди для тебя самые нужные? Ну, чтобы это были спокойные люди, чтобы они не врали, не мошенничали, не воровали, не оскорбляли. Вот такие тихие, спокойные люди, чтобы они, как говорится, не вызывали у меня отрицательных эмоций. Как узнать, какое дело изо всех самое важное? То, которое породило самые положительные результаты. Вот у меня самый радостный день, это 12 декабря 93-го года. Победа ЛДПР. Я просто в восторге был. Кремль, банкетный зал, вся политическая элита, и объявляют результаты. Камчатка, ЛДПР, Приморье, ЛДПР, вся страна пролосовала за ЛДПР. Это было счастье, что я эти 47 лет прожил, и я накапливал ту информацию, которая помогла мне стать лидером партии, победившей на первых выборах в первый свободный парламент России. Кто же такой Владимир Жириновский? Человек, который не пролил ни одной капли крови, никому не должен, никаких денег или какого-то имущества, никогда не обманывал, никому не прибегал дорогу, человек, который никакого вреда никому не принес. Абсолютно безвредный человек. Человек, который приносил только пользу. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ